Историческая часть Таллина старому городу, в отличие от других северных столиц, сильно измененных временем, удалось уберечься от разрушений и избежать современной массовой застройки. Это сделало старый город одним из интереснейших мест для посещения туристов и позволило в 1997 году войти в список мирового наследия ЮНЕСКО. Особую значимость ему придает прежде всего уникальная средневековая архитектура и неповторимый дух старины. Остались практически без изменений сеть улиц и границы участков, сформировавшиеся в период с XI по XV век. Благодаря мощным оборонительным укреплениям старый город смог уберечь себя от значительных разрушений в ходе нападения неприятельских войск. А каменные дома, которые здесь строили, устояли в огне пожаров. Обошли стороной старый город и новые массовые застройки, что в свою очередь также способствовало сохранению его архитектурной ценности. Но для того, чтобы и дальше радовать глаз туристов и эстоноземельцев, необходимо все же ухаживать за старым городом, чем и занялись на этой неделе столичные власти, прибегнув к помощи профессиональных альпинистов. С историческими стенами города на самом деле все в порядке, и ничего экстраординарного с ними не происходит. Просто недавно, несколько месяцев назад, историк Юрий Кузьким указал на одну, скажем, небольшую проблему, или, так сказать, недостаток стен, который заключается в том, что на стенах появляется растительность. Если гулять вдоль стены, то в некоторых местах, которые находятся за парком, видно, что деревья выросли на метр-полтора, и это как бы естественный процесс. Семена летят по воздуху и попадают в щель стены, и там прорастают. И действительно, сегодня наша цель, сегодня мы начинаем приводить стену в порядок, и, конечно же, цель заключается в том, чтобы внешний вид ее был красивен, достоин, такой, какой должен быть у стен, которые заложили еще в 13 веке. Таким образом, незаметная чистка не только позволит сохранить стены старого Таллина в надлежащем состоянии, ведь корни деревьев могут разрушить их, но и сделают сооружения еще более приятными для взорожителей и гостей столицы. В то же время власти обещают, что никоим образом не будет нарушена сама конструкция стен, и никаких новшеств, конечно же, внесено не будет.